Всем ещё раз привет! Что я хочу показать? Я хочу показать вам вот эту лужу. Некоторые там наблюдают у меня деформацию лужи из окна. Вот это вот лужа, но это не лужа, это фундамент дома снесённого. Там строили какой-то дом, потом снесли, а это вот котлован остался от стройки. Но вот эта лужа замёрзла, льдом покрыта, снегом. Хотя вот на градуснике здесь всего плюс два. В общем, как-то так. Время сейчас 4 часа почти, вечера. С утра успели в лес ходить, погулять. Где-то часик. Два круга по лесу сделали, пробежались. Что я ещё сегодня успела. В общем-то, ещё ничего. Сейчас надо там бельё поменять, постельное. Полотенца у меня стираются. Так, надо полотенца повесить свежее. В общем, сейчас уборкой займусь. Потому что в квартире такой срачельник. Я даже не помню, когда я убиралась в последний раз. Но в лучшем случае в прошлые выходные. И то не факт. Может быть, ещё раньше, там, на пару дней. В кино мы сегодня не пошли. Там только богемская, это, рапсодия идёт. Ну, так, ничего. Что-то там больше ничего такого интересного не увидела я там. Можно? Я бы, конечно, сходила на богемскую рапсодию. Ну, может, что-то сказал, нафиг он нам нужен, твой Фредди Меркьюри. Ну, я думаю, ладно, хрен с ним тогда. Меркьюри. Сходим на что-нибудь другое потом. Сегодня у нас 17 ноября. Ну, вот зима скоро. Ещё пару недель будет зима. Скоро день рождения у моей сестры, у Любы. 30 ноября. Моя сестра, родная, Люба, которая в Башкирии живёт, она младше меня на 3 года. У неё, значит, день рождения 30 ноября. Ой, Господи, надо ей хотя бы открытку, что ли, отправить. А то что-то я позабыла, позабросила всех родственников. Нет, я им, конечно, по парочке писем отправила недавно. Но вот главное не забыть ещё сестру с днём рождения поздравить. А то ещё обидится. Хотя бы открытку отправить. Теперь я вообще не знаю, когда туда поеду. Потому что надо всё-таки на работу устраиваться куда-то. Чтобы разъезжать, ездить туда-сюда, надо, чтобы деньги были, где-то работать. А у меня, получается, сейчас никакого дохода нет. Пенсии ещё рано, работы нет. в общем, надо работу искать как минимум на год-полтора. Лучше нормальную какую-нибудь найти, ну, чтобы поработать, сколько смогу, лет 5, 7, 10, сколько я там смогу ещё поработать. Буду искать в химках. Не хочу никуда больше ездить, задолбалась, если честно. А потом я же постоянно зависаю между Москвой и областью. То есть я постоянно изштамповала весь свой страховой полис. То я в химке прикрепляюсь к поликлинике, то, значит, в Москву. То мне в Москве говорят, долечивайтесь в химках. Я опять прикрепляюсь к химкам. Потом я вот сейчас вылечилась, опять прикрепилась к Москве. Сейчас я уволилась. Думала, сейчас прикреплюсь там, где вот новая работа рядом где-нибудь. Теперь, если я там не буду работать, если я буду работать в химках, мне опять идти в страховую компанию, в химках ставить штамп, прикрепляться опять в химках к поликлинике. Я, честно говоря, уже устала мотаться между Москвой и областью. Работаешь в Москве, говорят, принеси справку из химок, что ты можешь работать, что ты там на учете не стоишь. Ну, у онколога. чтобы взять эту справку, значит, нужно взять талончик к онкологу. Он сидит в обычной поликлинике. Чтобы попасть в обычную поликлинику, надо прикрепиться к ней. Чтобы прикрепиться, надо поставить страховой компании печать, что у меня полис химкинский. и вот я, значит, мечусь туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я уже задолбалась. Мне уже надо где-то осесть в одном месте и не дергаться. Ну, сколько можно? Ну, правда, задолбалась ездить на другой конец Москвы. Вот надо где-то уже вот осесть в одном месте и сидеть и не рыпаться, так сказать. Вот я и хочу найти работу в химках. Прикреплюсь к поликлинике в химках. Ну, у себя по месту жительства, так сказать. То есть, уже пора где-то в одном месте осесть. Здесь же жить, здесь же работать, здесь же лечиться. То есть, как-то вот в шаговой доступности всё это должно быть. Ну, сколько можно уже мотаться? Ну, слов просто нет. Это вот уже третья поликлиника, в которой я работаю, куда я устроилась. Это я, значит, на планерной работала, потом 12 лет в поликлинике возле метро. Потом я работала на Сходненской в поликлинике вот последние четыре года. И вот неделю ещё чёрти где. В стоматологии я ещё не работала. Вот. Недели мне хватило. Я стоматологии сыта по горло. Даже если я в химках пойду, опять же, попробую устроиться в поликлинику, только не в стоматологию. Потому что стоматология это такой кошмар. Там нет выходных. Там нет выходных и праздников. Они работают с 8 до 8. Там 12-часовые дежурства по выходным. То есть надо идти в обычную поликлинику, а ещё лучше в детскую. Потому что в детской там хотя бы короткие дни, дни какие-то, по субботам хотя бы. По воскресеньям они вообще не работают. только вызов на дом. То есть мне надо устраиваться в химках в детскую поликлинику. Там будет просто меньше количества рабочих часов. Хрен с ней зарплатой, но, как говорится, чтобы недалеко от дома и чтобы меньше работать. Если уж маленькая зарплата, так чтобы рядом и не напрягаться. А то я нашлась и геморрой ездить черти куда, на ВДНХ почти. не Китай город. Там еще по оранжевой ветке пилить до ВДНХ почти. Черт-те где, короче, работу нашла. Там уже вот эту ракету видно, ВДНХ рядом. Нашла черти где работу себе, короче, через центр ездить на другой конец Москвы. Вообще все это мне дело не понравилось. Буду увольняться в понедельник. Ой, у меня тут просто не хочу рассказывать, но у меня тут колбасила конкретно в пятницу. Я, во-первых, нервы мне сделали на работе, психанула на работе, сорвалась дома на своих, так сказать. Я тут пришла с работы, такую истерику закатила. Я тут орала матом и хлопала дверями, что меня все за е, и работа за е, и все за е, и вообще. Полчаса орала матом и хлопала дверями, потом пошла в ванную мыться, закрылась, чтобы никого не видеть, в общем. В общем, нервы сдали конкретно. Но бывает, что делать. Обложила тут всех. На работе, слава богу, на работе никого не обложила на этот раз. Психанула на работе, обложила дома. Лучше так, чем на работе матом орать. Вот пока я там никого не обложила, надо увольняться. к чертовой матери. Хватит уже издеваться над собой. Надо где-то, если работать, то особо не напрягаясь, где-то ближе к дому. Ну, сколько можно? В общем, ладно, всем пока. Не скучайте, не теряйте меня. Если в понедельник уволюсь, у меня будет чуть-чуть больше свободного времени. Может быть, буду что-то снимать, рассказывать. Ну, опять перейду на тот же режим, какой у меня был последние три недели. Полдня буду искать работу, и во второй половине дня буду заниматься домашними делами, своей личной жизнью, так сказать. А вот так вот, чтобы жить ради того, чтобы работать, мне оно нахрен не надо. Надо работать, чтобы, для того, чтобы жить. А не жить для того, чтобы на работу ездить по 15 часов в сутки, тратить, работать по 8-12 часов и плюс 3 на дорогу. Нахрена оно мне надо, блин. Я понимаю, если бы еще зарплата там была, хотя бы, ну, хотя бы 40-45, хотя бы, если ездить, то за деньгами, ну, чтобы зарплата была. Но за 25 тысяч мотаться на другой конец Москвы нахрен оно мне надо. Ладно, всем пока. Будет что-нибудь веселенькое, интересненькое, что-нибудь сниму, расскажу. Так как у меня вчера сдали нервишки на работе, то, соответственно, настроение не очень хорошее. Но оно у меня вообще редко хорошее бывает. Бывает, конечно, но что-то мне не весело в последнее время. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok